Практически неделю в Бурятии, как и по всей России, идет частичная мобилизация. Вопросы поддержки семей мобилизованных и самих бойцов обсудили сегодня на очередной сессии Народного хурала. Кроме того, народные избранники приняли ряд важных решений, касающихся республиканского бюджета и социальной сферы. Подробнее в сюжете Юлии Тумановой. В самом начале сессии депутат Народного хурала Геннадий Доржиев зачитал обращение депутатов к руководителям предприятий республики. Сегодня мы обращаемся к руководителям предприятия, к трудовым коллективам, провести свою гражданскую позицию и перечислить однодневные заработки для поддержки наших бойцов, участвуя в специальной военной операции и их семье. Собранные деньги уйдут на помощь бойцам и их семьям. Как отметил депутат, им необходимо чувствовать поддержку от малой родины. Меры поддержки у мобилизованных такие же, как и у контрактников. Более того, за ними сохраняются рабочие места, выплачивается зарплата. Однако некоторые предприятия и особенно индивидуальные предприниматели уже испытывают проблемы из-за этого. У нас сейчас уже есть информация о том, что ряд ИП начинает закрываться, потому что большинство работников этих ИП мобилизованы. Сами руководители столкнулись с такой проблемой, что они не могут работать дальше без этих специалистов. И в то же время за содержание своей компании они должны платить налоги. И поэтому им проще как бы закрыться. И получается такая ситуация, что если они закрываются, то наш воин возвращается, а этой компании уже нет. Пока этот вопрос остается открытым. Среди мер поддержки мобилизованных и их семей есть и бесплатная юридическая помощь. Детей, служащих по контракту, вне очереди зачисляют детсады и школы. На сессии также обсудили изменения бюджета. В частности, уже в этом году Бурятия может получить субсидию с федерального бюджета на строительство полигона твердых бытовых отходов в поселке Селингинск Кабанского района. Однако для этого республике необходимо заключить концессионное соглашение. Выступить партнером и вложить более 78 миллионов кредитных рублей уже готов республиканский мусороперерабатывающий завод. Однако для этого необходима госгарантия. А добро на нее могут дать только депутаты Хурала. Депутаты сегодня после обсуждения, а до этого еще в комитетах, рабочих группах очень большое обсуждение прошли. И сегодня мы это дело утвердили. Закон.